так доброе утро дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору в ее очень важных разделах разделы которые мы изучаем это законы речи как правильно говорить что можно говорить что нельзя говорить и после этого мы изучаем повелевающие заповеди это обе книги великого мудреца по имени хафец хайм и так и так значит мы дошли до девятой девятой заповеди из книги за его плизкина зелега плизкина береги свою речь и сегодня мы дошли до такого места очень прям ну вот очень такого необычного скажем так значит все основы все основы злоязычия все заповеди злоязычия они базируются на том что нельзя даже если это правда позорить другого человека делать так чтобы ему было твоих слов больно неприятно и так далее запрещено передавать позорящие вещи даже если это правда и значит вот мы изучали что тот кто это делает у него там страшные вещи нарушает и очень серьезные последствия хорошо и вот мы нашли до 9 до 9 пункта который называется так пристыдить злостного нарушителя оказывается есть есть ситуация в которой не просто можно говорить про другого плохо а это даже становится это разрешено и даже нужно иногда давно здесь есть 55 условий которые должны соблюдаться то есть сейчас вот те кто любят ругаться они потирают руки от радости что вот слава богу вот смогу я теперь высказать свое недовольство другими людьми есть возможность все-таки сказать им что-то что я про не думаю значит пишет он так если кто-то полностью забросил соблюдение заповедей полностью подчеркивается слова полностью то есть он не соблюдает заповеди или постоянно нарушает определенный запрет зная его важности например не есть свинину разрешенного пристыдить его за неверные действия и поскольку он не просто уступает искушению а сознательно и умышленно нарушает заповеди разрешено рассказать об этом другим вот такая вот вот такая вот есть идея значит когда проступок совершается человеком вставшим на путь злостного нарушения заповедей причем его действия можно расценить с равной долей сомнения как в сторону нарушения так и в сторону оправдывающих обстоятельств то есть смотрите если человек он на в принципе считается хороший добрый порядочный то тогда мы обязаны просто есть обязанность сомнительные действия трактовать в позитив то есть например если вы знаете человека и вы ну вот он хороший так и так далее и вам кто-то говорит а ты знаешь он сделал так-то и так там он против тебя сказал то это и то-то то вы не должны верить запрещено верить и если вы даже видите его например он бежит в субботу с я не знаю бежит он в субботу с телефоном вот так возле уха но вы знаете что это человек порядочный то нужно подумать что скорее всего что он вызывает скорую сейчас из и кого-то спасает да гриша доброе утро теперь значит но если этот человек он уже известно что он злостный нарушитель заповедей тогда мы не должны трактовать и выдумывать ему оправдание тогда становится понятно и спирте вот такая заповедь такая мешная спирте вот значит не делай себя как адвокаты не делай себя адвокатом когда будут стоять перед тобой ссорящиеся пусть они будут в глазах твоих как злодеи то есть если люди они уже заведомо дело они как бы ведут себя как злодеи то ты не должен трактовать позитивную сторону но значит а получается что запрет приводить человека в смущение не касается злостного нарушителя еврея умышленно приступившего закон туры разрешено стыдить за его нарушения согласно закону нарушителя дозволено иногда даже унизить без всякой предварительной беседы тем не менее будет правильным упрекнуть его в личном разговоре перед тем как мы сделаем его нарушение достоянием гласности но даже перед тем как сказать другим людям что-то дурное о постоянном нарушителе надо соблюсти следующие условия сейчас будет пять условий но я сразу вспоминаю очень серьезный был спор между двумя великими раввинами было два великих раввина которые жили около 20-25 лет назад одного звали любавич стире бы вот его фотография не фотография картина ведь и вот это любавич стире бы а второго звали раф шах раф шах его была фамилия шах он не был шахом он был еврей по фамилии шах он был глава вот литовского религиозного мира он был и лезер по моему звали раввый лезер шах известно про него что он до 100 лет он еще проводил роти торы а умер он в 107 лет очень был такой долгожитель очень сильный человек и он как-то он очень сильно и резко выступал против нерелигиозных евреев то есть вот есть евреи религиозные соблюдающие заповеди если в мире не религиозные а есть анти религиозные то есть есть вот не религиозные они где-то посередине да они называются как украденные дети то есть у них их украли их в детстве украли сделали пионерами октябрятами комсомольцами маугли таки да то есть это большая часть они маугли теперь значит есть религиозные это те которые вернулись на они не называются узнавшие оторе они называются вернувшиеся к торе потому что три тысячи триста тридцать три года назад еврести народ получил второго а есть а есть анти религиозные такие злостные вот здесь про таких говорится но рэба любавичисти да рафф элейзер минахим маншах его звали рэба любавичисти он всех очень любил и он считал что даже если он не религиозный даже если он не соблюдающий даже если он вообще вот он прямо делает какие-то плохие дела все равно любавич тире вы считал что если он еврей и так как это происходит сейчас все про после катастрофы сейчас кстати день памяти катастрофы когда 6 миллионов евреев было убита просто за то что они евреи то сейчас каждый еврей он как свидетель славы всевышнего и тем что он есть в принципе он уже прославляет всевышнего потому что злодеи хотели уничтожить всех евреев и то что евреи остались это как раз и про это вообще то что евреи существуют уже столько тысячелетий и вот вся история еврейского народа это свидетельство того же истинности торы и свидетельство присутствия бога в этом мире теперь значит но раф шах он считал по другому он считал как здесь написано что если он злостный нарушитель и он умышленно переступает закон торы разрешено стыдить его за нарушение и он выступил как-то выступил как-то он на да раф шах он выступил и говорит by matem yudim он говорит в чем вы евреи он так выступил на иврите он говорит вы не евреи говорит вы охлеш фаним вы пожирателей этих кроликов то есть вы в чем вы евреи то что вы и евреи там родились от мамы иврите это на вас обязанность что вы должны соблюдать и служить богу и он на раф шах он считал так как мы учились здесь в книге заповедей, что тот, кто отрицает Тору, нет у него доли в народе Израиля. Это очень прямо написано в первой заповеди. В общем, не будем вдаваться в спор великих мудрецов. Каждый для себя решает, за тем он идет. То есть мы с вами все можем выбирать. Кто-то говорит, я считаю, как любачистые рэбы. Кто-то говорит, а я считаю, как рафшах. То есть нам нет смысла спорить. Великие люди спорят, а нам нет смысла спорить. Значит, пять условий при которых можно рассказать о нарушителе. И его можно упрекать, и даже написано здесь, что можно его значит, приводить в смущение. Первое. Значит, когда вы рассказываете, что он нарушает заповеди, и вы о нем рассказываете, то первое условие. Нужно говорить только о том, что видел собственными глазами. Ты не имеешь права рассказывать о том, что ты додумался, тебе передали там и так далее. Только о том, что видел собственными глазами, это ты можешь сказать. Второе. Надо быть абсолютно уверенным в том, что этот человек совершил грех. То есть, бывает, я видел много раз такие случаи, когда начинает кто-то соблюдать заповеди. И он, в принципе, он не разбирается не просто в нюансах, а в принципе не разбирается, где заповеди, где не заповеди. Он очень просто так по верхам нахватался, и он уже всех осуждает. Раввинов осуждает, тех осуждает, там рассуждает про... То есть, нужно быть уверенным, что то, что ты считаешь грехом, это грех. Потому что есть такие ситуации, когда по какому-то мнению это вообще не грех, а по какому-то мнению это грех. То есть, бывает, что мнения расходятся. Значит, первое. Видеть своими глазами. Второе. Быть уверенным, что это грех. Третье. Запрещено преувеличивать, говоря о его поступке. Вот тут, конечно, очень тяжело выполнить третий пункт, потому что человеку свойственно искажать то, что он видит. И когда он уже хочет кого-то осуждать, то он усиливает вот это преступление другого человека, и он часто преувеличивает, когда говорит о преступлениях других людей. Даже есть такой знаменитый психологический эксперимент, просто удивительный. Садят двух человек друг напротив друга возле стола. И говорят им, да, что нужно ударить под столом другого ногой. И когда вас ударили ногой, нужно ответить ему, но ответить ему с той же силой, с которой ударили вас. Ни в коем случае не больше. То есть, точно с той же силой нужно ему ответить, как он ударил вас. Теперь, значит, сидит два человека. Ну, начинают все же культурные люди, эксперимент медицинский. Один бьет другого, тот ему отвечает. Тот бьет второго, тот ему отвечает. Буквально через 2-3 минуты они бьют друг друга уже так, что стол улетает. Почему это происходит? Когда ты бьешь кого-то, то ты не чувствуешь его боль. То есть, тебе кажется, что ты еле дотронулся. Но когда кто-то бьет тебя, то тебе больно. И ты чувствуешь это, и ты хочешь ему ответить так же. Получается, что ты бьешь так, как ты почувствовал эту боль. И он-то чувствует эту боль сильнее, чем ты, когда бьешь. Ты же не чувствуешь, как ты его бьешь. Тебе кажется, что там ты его чуть-чуть пнул, а он-то чувствует сильно. Получается, что в диаметрической прогрессии Начинают бить друг друга сильнее и сильнее Поэтому когда Третий пункт запрещено преувеличивать Говоря о его поступке Когда тебе кто-то Ну вот он же грешник, а я же праведник Я же его осуждаю В этот момент третий пункт очень тяжело выполнить То есть именно точно сказать Что он сделал Четвертый пункт вообще очень сложный У рассказчика должны быть благородные намерения Например, он хочет удержать человека От повторного совершения греха Или сделать так, чтобы за этим примером Не последовали другие люди То есть Намерения должны быть Все-таки позитивные и помочь То есть если у тебя намерение унизить И не помочь То нельзя рассказывать Запрещено получать удовольствие от такого рассказа Например, рассказчик хочет блеснуть своим благочестием Это запрещено Рассказчикам не должны двигать Мотивы личной ненависти Например, тот человек некогда отказал нам В просьбе или он наш конкурент В какой-то профессиональной области То есть намерения должны быть только позитивные Вообще кому-то помочь Что-то сделать добро Даже когда ты рассказываешь О ком-то что-то плохое Что вот он такой грешник Он делал Так ему и надо То в этот момент у тебя должны быть намерения Только помочь Тому, кому ты рассказываешь Или тому, о ком ты рассказываешь Или людям в принципе И пятый пункт Обратите внимание Если мы оказываем человеку уважение в его присутствии То нам запрещено дурно о нем говорить Когда он отсутствует То есть нельзя ему в лицо улыбаться Да, здравствуйте, молодец Потом отойти Да, вот он такой вообще грешник И так далее Понятно То есть Если мы оказываем человеку уважение в его присутствии То нам запрещено дурно говорить о нем Когда он отсутствует Мы должны открыто выразить ему недовольство его поступком Но нам разрешено промолчать в его присутствии И не обличать его Если мы боимся последствий Или хотим избежать скандала То есть если ты в лицо не хочешь ему говорить Что он неправильно поступает То и за глаза не говори То есть вот так Хорошо Теперь это было у нас разрешение Разрешение в каких случаях можно пристыдить злостного нарушителя Хорошо Теперь значит переходим к заповедям Повелевающим заповедям То есть мы идем по принципу Который сформулировал царь Давид Сур мира отодвинься от зла Ва сетов и делай добро То есть нужно свою жизнь Вот между этими двумя полюсами Ее балансировать То есть тут это то что плохого не делаем Мы сейчас отдаляемся от злоязычия От сплетен А что делать Седьмая заповедь Повелевающая молиться Богу каждый день То есть есть повелевающая заповедь Написано в Торе Сейчас я вот буду с Иврита прямо читать Чтобы была у нас повышенная святость Седьмая заповедь звучит так Вот то та вот В книге Дворим написано И ему служи Да вот это служи работай Умипи Ашмуа И мы от наших мудрецов Мы учили Сказали мудрецы в трактате в Талмуде В трактате Таанит Что служение это молитва Вот именно то что Бог сказал Ему служи Это значит молись Это очень интересно Значит Как мы говорим Шма Исраэль И будете ему служить Будете служить всем сердцем Вот отсюда учится что служение это молитва Потому что сердце это мышление И в какой момент мы можем ему служить всем сердцем Когда мы ему молимся Богу молимся Это как раз и есть твила Молитва Теперь в чем выражается эта заповедь Как ее сделать Значит заповедь она в следующем Первое Что скажет человек Шевхо Это прославление Святого благословенного Бога И после этого Он попросит у него то что ему нужно Шель срахав То есть вначале ты прославляешь Господи спасибо тебе Ты создатель мироздания Ты создал весь этот прекрасный мир Вселенную Все это ты создал Ты значит Вывел еврейский народ из Египта Ты уже 7,5 миллиардов людей живет И всех обеспечиваешь едой И миллионы видов животных Миллионы видов животных А сколько в мире животных Вообще не посчитай И ты прославляешь его Каждый прославляет в меру своих возможностей Но мы в молитве мудрецы установили Как правильно прославлять Потому что любое прославление Всевышнего Это маленькая крупиночка Того действительного Что он для нас делает Но вначале нужно прославлять Потом нужно просить то Что тебе нужно А после этого Нужно благодарить его За то что он уже для тебя сделал И дальше идет перечисление Что ты уже для меня сделал Вот структура молитвы Прославить То есть вспомнить Напомнить себе Кто он Что он создатель Творец мироздания Попросить И поблагодарить Потом за то что он уже тебе дал Значит и нужно молиться Бекаванат Нужно молиться Сосредоточено С намерением То есть когда ты молишься Ты соединяешься С источником Реальности То есть вся вот эта реальность Которую мы воспринимаем Материальный мир Это производное Это следствие Духовного мира И когда ты молишься В этот момент Ты настраиваешься И как Пытаешься Именно настроить Всю свою мысль Всю свою силу Всю свою энергию На источник мироздания Творец Создатель мира И ты когда В этот момент Когда ты молишься Написано Что должно быть У тебя намерение Намерение сердца То есть ты должен быть Сосредоточен Значит и Освободить свое сердце От всех Мыслей посторонних И Должен видеть себя Как будто бы он стоит Перед божественным присутствием То есть Прямо представь Как будто бы ты один Где-то на вершине горы И там Или Вот какое-то место Ты один И ты стоишь Оп Перед божественным присутствием Тот кто создал мир Это же удивительная вещь Значит И И Не будет делать Свою молитву Как тот Кто несет Ярмо Да И он прям Вот опять молится Опять молится Евреи религиозные Обязаны молиться Три раза в день Три раза в день Обязательно нужно молиться Желательно в синагоге В присутствии Десяти мужчин Значит Которые молятся Это тогда Есть божественное присутствие Совершенно Более Такого Большого уровня И Значит Когда ты молишься Нельзя молиться Бемакшева труда Уми был белит Нельзя молиться С мыслями Труда Это как от слова Труд Такими Знаете Запутанными Ими был белит Понятно От слова Бельбуль Это запутанные Да Почему Получается Что когда ты Стоишь перед Всевышним И ты молишься И ты настроился Если ты в этот момент Идешь по алгоритму Прославление Бога Просьбы Благодарность Отлично А если ты пришел К царю Ну К царю царей Просто я привожу Такой пример Пришел ты к царю царей Он говорит Ты кто? А человек такой А ты кто? То есть он даже не знает Что он перед царем стоит Понятно уже Что царь ему ничего не даст Человек говорит О ваше величество Там вы велите царь Все Кто я? Я значит Я ваш слуга Я с тобой Да И я только ваш слуга Например Теперь Дальше он царя прославляет Потом он просит А потом он благодарит За прошлое Нормально? Хороший алгоритм А что такое Мебулбаль? Он говорит Здравствуйте Велите царь Да Ой вы знаете Вот мне же надо Еще картошки купить Забыл я Юле позвонить Мне надо Значит еще В квартире убрать Это получается Что он Создает Большую путаницу В духовных мирах То есть Его просто отключают Тогда От интернета Потому что Тот кто создает путаницу Его отключает Понятно Значит Есть еще Мне очень нравится Про молитву Есть такой Велитий мудрец Равшлома Вольбе Захронули И он Значит Он говорил так Что когда Задавал он Интересный вопрос Он говорит Вот смотрите Все же в этом мире Честно То есть Все в этом мире Честно Справедливо Уравновешено Все идет Все идет Мера за меру И так далее И вот Становишься ты Молиться И ты становишься Молиться У тебя в жизни Есть какие-то обстоятельства Которые являются От Всевышнего Точным следствием Того что ты уже Наделал в своем прошлом И Всевышний Он тебе дает Каждому дает Та реальность Которая человек живет Это следствие Его прошлых поступков Мысли Молитвы И так далее И вот ты становишься Молиться И ты просишь У Всевышнего Кардинального изменения Своей ситуации К лучшему Вот ты стоишь И говоришь Вот ты знаешь Всевышний Ты наверное ошибся Ты наверное Болезнь не мне хотел дать Ты наверное Хотел Чтобы я зарабатывал Ты хотел наверное Чтобы я жил там В Америке Ты наверное Хотел чтобы я женился На этой женщине Или там Вышла замуж За этого мужчину То есть Человек когда молится Он как будто бы Всевышнему Говорит что Всевышний Неправый Надо обратить внимание У меня другой план На мою жизнь Чем ты мне дал Это очень странно И человек надеется Что молитва Выполняется А молитва выполняется У меня в жизни Есть масса случаев Когда молитва Выполнялась И говорит Равшлома Вольбе Он говорит Следующая вещь Что Как работает молитва Он говорит так Что когда Всевышний Он С событиями Твоей жизни Он с тобой Разговаривает Он тебе дает Разные Намеки Подсказки Он тебе дает Исправление Он тебе показывает Что ты идешь не туда Тут у тебя желтый сигнал Светофора Тут шлагбаум Он тебе установил То есть Он все время с тобой Разговаривает Через события Теперь Зачем Какая цель Всего этого разговора Цель всего этого разговора Чтобы тот Кто уже Вступил в диалог Со Всевышним Чтобы он Духовно развивался Рос И поднимался На более высокие Уровни Духовного развития Чтобы за эту жизнь Максимум Накопить Духовных Своих Духовных Свершений И уйти В следующий этап Уйти в следующий этап Да Упакованным Назовем это так Теперь говорит Равшлома Вольбе Когда ты становишься Молиться В этот момент Сам процесс Молитвы Когда ты Действительно Сосредоточился Когда ты Прославляешься Вышнего Просишь И потом Благодаришь Сам этот процесс Он же является Заповедью Видите Это мы сегодня Выучили Повелевающая заповедь Заповедь Каждая заповедь Она как свеча Она освещает Человека изнутри И он говорит Очень простая вещь Что тот человек Который начал молиться И тот человек Который закончил молиться Он не выпросил У Бога Что-то себе То что ему Не соответствует Он с помощью Молитвы Изменился То есть Молитва Сделала его Другим человеком Который стал Уже ближе к Богу И которому Бог Тогда он говорит Ну твое исправление Закончилось Раз ты так молишься То значит Мне уже нет смысла Тебя Какими-то там Исправляющими моментами Тревожить Значит ты понял Осознал Исправился На тебе То что ты просишь Понятно Все Значит на этом Мы заканчиваем Есть еще рассказ Про Равыска Казильбера Но этот рассказ Вы прочтете На портале Ваикра То есть есть ссылочка Под каждым уроком Есть ссылка На статью Все что я рассказывал Есть в печатном виде Очень советую Эти уроки Если они вам понравились То я советую Их Что делать Делиться ими Пускай другие люди Тоже узнают То что вам понравилось Все Удачи Успехов И чтобы был Хороший Прекрасный день Значит Действительно Сегодня Завтра Сейчас у нас В Израиле Празднество День рождения Государства Израиль И слава Богу Что мы видим Своими глазами Чудеса Реальные чудеса Которые произошли На наших глазах 70 лет Государству Израиль И за эти 70 лет Просто возникло Совершенно как Новый мир Все Удачи Всем успехов Всем пока Редактор субтитров